Какая заработная плата сейчас у вас в селах, у почтальонов? Нет ли в планах 2020-го сокращения нерентабельных отделений? Какая заработная плата сейчас у вас в селах, у нас в селах, у нас в селах, у нас в селах. Какая заработная плата сейчас у вас в селах, у нас в селах, у нас в селах, у нас в селах, у нас в селах. Какая заработная плата сейчас у нас в селах, у нас в селах, у нас в селах, у нас в селах, у нас в селах. Какая заработная плата сейчас у вас в селах, у нас в селах, у нас в селах, у нас в селах, у нас в селах. И им буквально навязывают купить, ну, вы же знаете, что ваши почтальоны носят товар, да? Вот у вас есть планы продаж прямые на каждом почтовом отделении и увязаны ли эти планы с заработной платой почтальона? То есть заработная плата почтальона не зависит от его продаж, он получает, какой у него есть оклад, а какой оклад он и получит. А все остальное – это премирование. Также почтальон может дополнительно заработать на продаже товаров на налоговое потребление, отформление страховых продуктов, показание услуг почвы банка, продажа внутренних билетов и так далее. Это идет дополнительная заработная плата, дополнительное премирование для почтальона. От продажа товаров на налоговое потребление почтальон в свое сетевое премирование, дополнительное премирование, получает 6%. И также этот процент варьируется от другого вида услуг. То есть за продажу внутренних билетов у нас один вид премирования, за продажу страховых продуктов у нас другой вид премирования, и также с товаром народного потребления. Ни в коем случае никто из почтальонов не навязывает приобретение товаров на налоговое потребление своим пациентам. Это предложение. Зачастую люди, те же почтальоны, обращаются с помощью их провести по деревне, ввести почту и так далее. Есть у вас какие-то планы стимулировать своих работников, чтобы эта проблема территория не была лишена? То есть люди сейчас столкнулись с такой проблемой зимой, будет очень неудобно платить, кто вы хочешь тут, уже пенсию. Территория очень большая. Как вы хотите постимулировать людей, чтобы они наоборот не будут? Там, где на самом деле прошает территория, и вешаем порядком превышает, да, с километра, что-то, который должен быть учитаем. У нас существует подвоз в обязательном порядке, да, подвоз на территорию. Естественно, мы будем с почтальоном с этой территорией. По погодным условиям мы всех наших регионов оснастили средством индивидуальной защиты. Это ледоотходы на обувь. Специальный обувь мы тоже обязательно покупаем, выдаем нашим почтальонам куртки, средства защиты, даже индивидуальные. Спасибо. Спасибо. Спасибо.